И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен, как вы знаете, конечно же, анонсам и информации по обновлениям. Сегодня у нас четверг, и мы, как всегда, проходим по всем тем вещам, которые уже с завтрашнего дня появятся у нас в игре. Есть очень интересная информация, интересные изменения, ну и плюс там дисконт уикенд. И список обновлений. Начнем обо всем по порядку, начнем с, давайте, дисконт уикенда, самого, наверное, дефолтного и самого, ну, можно так сказать, скучноватенького. Потом перейдем к челленджу, а потом уже пойдем к списку обновлений. Дисконт уикенд, дисконт уикенд, как я и говорил, у нас с завтрашнего дня уже стартует в игре. Скидочки по 30% на все на протяжении с 1 по 4 число. Каждая скидка по одному дню, сначала на магазин, потом на гараж, потом на МПК. 30% на запуск, 50% на его ускорение. Ультра-контейнеры, как всегда, появляются. Появляются также специальные предложения. В этот раз спецпак есть с 300 ультра-контами, довольно неплохой. Многие интересуются вот этими спецпаками. Бывает там 200-ка, 250-ка ультра-контейнеров. Здесь 300 ультра-контейнеров у нас будет. Специальный режим джаггернаута с 1 по 4 режим джаггер. Карты Чернобыль, Александр, Сиран. Скажу сразу, что я уже в последнее время вообще не захожу в эти соло-режимы. Исключение только если надо зайти выполнить особые миссии. Не знаю, что-то как-то они мне уж чересчур перестали нравиться. Что ДМки, что джаггернауты эти в виде ДМа. Как-то нет уже в них какого-то особого интереса. Даже когда есть там повышенный шанс выпадения золотых ящиков и все в этом духе. Все равно как-то уже скучновато. Но здесь в сумме можно 7 ультра-контейнеров подформить. Плюс 5 обычных контейнеров. Поэтому, ну, миссии, как всегда, дефолтные, простые. Я думаю, что можно будет выполнить. Использовать овердрайв только вот 50 раз. Это, я думаю, что такая не совсем прям изичная миссия. Но все остальное здесь качков, повышенная защита, урон по 300 раз. И уничтожить на ховертанках, да? Хоппер, Крусейдер, Ариэс, Паладин. Ну, в принципе, все легко. Время битв теперь у нас на всех уикендах и ивентах, которые будут, будет по 15 минут. Что это дисконт уикенд, что это ультра уикенд. Написано, что на всех уикендах теперь уже полноценно будут 15-минутные бои. И даже с 1 по 10 октября увеличен длительность бит также до 15 минут. То есть, с 1 по сути числа до 10 все матчмейкинговые битвы даже будут по 15 минут. Несмотря на то, что фонды будут только с завтрашнего дня. То есть, пятница, суббота и воскресенье. Но каточки у нас будут до 10 числа 15-минутные. Ну, понятное дело, что фонды и опыт это то, что нам нужно всегда. Дальше. Челлендж. Новый челлендж стартует с завтрашнего дня. И у нас есть одно очень интересное изменение. Несмотря на то, что у нас вообще здесь падает и что можно здесь выбить. Блондербасик, к слову. Ой-ой-ой-ой-ой. Я Блондербасик как раз очень сильно хотел. Бесплатная линейка и линейка премиум в последнем уровне у нас. Смотрите, что дает. Где? Я тут уже переоткрывал. Дает у нас ядерную энергию. Ядерную энергию это ту самую темочку, которая у нас падает на карте. Которая дает полный овердрайв. То есть, по сути, с этой ядерной энергией вы можете в любой момент, зажав шифт, как у нас там было сказано, зажав шифт, получить овердрайв. Например, у вас 0% зажали шифт. Единственное то, что у вас будет 3 секунды подавления. Зажимаете. Вуаля. Получаете овердрайв. И сразу же его и зайти. За этот челлендж можно будет получить всего 4 ядерных энергии. То есть, по сути, 4 овердрайва. Это очень и очень мало. Ничего тут жесткого в этом нет. Но, как Орех и сказал, то, что такие все темы будут появляться исключительно в челленджах. Очень сильно надеюсь, что этого не будет в продаже в магазине. Но что-то мне подсказывает, что в дальнейшем уж ядерную энергию можно будет покупать. И вот если ее можно будет покупать, ой, что начнется в матчмейкинге. Вы себе представить не можете. Просто какое-то мясо будет с одной стороны, а с другой стороны это может очень сильно испортить баланс. Но будем смотреть, как это все дело будет влиять. По сути, всего лишь 4 ядерных энергии. Но уже у нас, по сути, как бы новый припас. Новый припас, можно так сказать. Если раньше его можно было в бою только получить с неба, как коробка, которая падает, то теперь у вас уже за челлендж целых 4 штуки появятся. Но по поводу покупки этого припаса нигде никакой информации не видел. И с точки зрения того, что Орех в видеоблоге говорил, что теперь в челленджах будет какая-то уникальность, которая не будет нигде в другом месте появляться, могу смело сказать, что, скорее всего, это будет только в рамках челленджа появляться. Ну и 4 энергии, не сказать, что это много, но как новый припас будет интересно посмотреть, как все это дело будет работать. Блондербасик здесь есть. Вот это очень круто. Блондербаса у меня как раз-таки нету. Иммунитет от подавления на новый корпус. На новый корпус паладин. Тоже неплохо. То есть, по сути, это очень даже неплохой челлендж, если он еще стоит тысячонку, а он стоит тысячонку, да? Только здесь я так смотрю, что танкоинов нету. А танкоинов-то нету. Видите, по нижней цепочке так крутишь, а танкоинов-то нету. Сколько танкоинов-то? Танкоинов 100. 100 танкоинов. Это 900 надо потратить на этот челлендж. Да, многовато. Ну, ради Блондербаса я, конечно, куплю. Но тут, конечно, неоднозначный челлендж. Очень неоднозначный. Я думаю, что даже мы по этому поводу сможем с вами в дальнейшем поговорить. Ну и самое интересное. Самое интересное теперь. Это список обновлений. И здесь у нас есть информация о том, что у нас апует страйкер. Его делают еще жестче. Я не знаю, зачем это делать. И очень сильно надеюсь на то, что не будет все так же самое, как произошло с Жигой. Она была в хорошем балансе. Ее апнули. Через неделю ее занерфили. И теперь она уже не в нормальном балансе, а уже в плохом балансе. И уже она не актуальна. То есть надеюсь, что со страйкером такой ситуации не будет. Но очень странно, даже зачем страйкер апует, он и так находится в хорошем балансе. Возможно, на нем мало кто играет. Ну, не знаю. Я его и так как могу пиарю, говорю везде, что он крутой. А его еще я под странный мув, но как есть, так есть. И дальше добавлен припас ядерной энергии, как я уже сказал. Матчмейкинг убиты по 15 минут. Изменена стоимость боевого пропуска. О, тогда так это не так все плохо. 700 танкоинов будет стоить. При этом соточка с верхней цепочки. Соответственно, получается, что челлендж на все про все будет стоить 600. Ну, то есть, было 500, стало 600. Как бы на сотку поднялось. Но с точки зрения того, что там можно поднять хороший дропчик. Именно на этот челлендж для меня это неплохо. А если уж вы, например, не получаете такую плюшку, как мне, то там надо уже как-то смотреть, рассуждать. Тут я вот не видел все-таки, что стоимость у нас стала 700 танкоинов. Теслу нерфят. Снижен урон. И цепной молнии, и шаровые молнии, и шары. Все, короче, занерфили. Смаку увеличили урон. Ой, ну наконец-таки смака возвращается. Ну что ж, что же не сделаешь ради того, чтобы смаку апнули. При том, что смака, ну это и смакай, и страйкер. Две пушки, на которых я играл, грубо говоря, весь турнир. Ну это вообще круто. Супер, супер. С шафтом тут только что-то намешали. Что тут с шафтом? Устройство восстанавливающие излучатели теперь не имеет отдачи и силы удара, в том числе в снайперском режиме. Ну ладно, это донатное устройство. Корпус Викинг Хантер, Крусейдер Диктатор. Все средние танки получили скорость от 7. А, ну с шафтом, короче, ничего особо не произошло. Но вся скорость на средних корпусах одинаковая. Уууу, а вот это уже очень интересно, если на всех средних танках скорость одинаковая. И дальше исправлена ошибка в кланах, приводящая к вечной загрузке. Исправлена ошибка в скачиваемом клиенте, приводящей к вечной загрузке. Короче, две ошибки тоже какие-то определенно исправляют. И хорошо, что хоть какие-то эти ошибки исправляются. Поэтому, друзья, что я могу сказать? Изменения с новым припасом, ядерной энергии, очень интересны. Посмотрим, к чему это в дальнейшем все дело приведет. Понятное дело, что в челлендже у вас всего их 4 штуки. Это можно прожать, там, ну, буквально, наверное, за 2 минуты в матчмейкинге, да. Но, что касаемо в дальнейшем, да, как это все дело повернется. Будет ли это в продаже, либо это будет как уникальный предмет исключительно в челлендже. Будет все дело видно. Ну, и сам челлендж, как по мне, с точки зрения блендербаса и на новый корпус там тоже подавление, да. То есть, корпуса ни у кого нету, блендербаса нету. У меня лично многих ребят тоже его нету. То есть, это как неплохая темочка для меня, которую я приобрету. Пишите, что вы думаете. Что вы думаете по поводу ядерной энергии, как припасы, которые вы сможете сами прожимать. Пишите, что вы думаете по поводу списка вот этих обновлений. Если есть что сказать, то пишите. Мне будет интересно все это дело почитать. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. С вами был Мистер Байк. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok